Почта России Используя свое служебное положение, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, ведущей свою коммерческую деятельность на территории РФ, заключить договор на осуществление грузовых перевозок с фирмой «Главное подписное агентство», которая была ранее создана Алексеем Навальным. Услуги по грузоперевозкам планировались оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Навальным фирмой, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олег Навального. На протяжении трех лет это транспортное предприятие оказывало иностранной торговой компании услуги по перевозке почты по маршруту Ярославль-Москва. Причем, я замечу, что следствием установлено, что на эти услуги торговая компания перечисляла на расчетный счет главного подписного агентства гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозки грузов не более 31 миллиона рублей, которые фактически были осуществлены транспортным предприятием на счет так называемой фирмы-прокладки за якобы оказанные услуги по перевозкам, было перечислено свыше 55 миллионов рублей. Причем большую часть похищенной таким образом у торговой фирмы суммы братья Навальные потратили на собственные нужды, а около 19 миллионов рублей из этой суммы, чтобы легализовать полученные преступным путем средства, по фиктивным основаниям и договорам перечислили на расчетный счет Кобяковской фабрики по лозоплетению, учредителями которой являлись братья Навальные. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств причастности братьев Навальных к совершенному преступлению.